Экипаж нашего эксклюзионного теплохода, рад приветствовать вас на борту судна. И, конечно, в самом начале нашего путешествия хотел бы вам сообщить, ну, особенно всем вам, кто скоропостижно, ну, то есть ускоренных темпами, пробовался на верхний ярус, может быть, и обратили внимание на то, что в нижнем ярусе нашего теплохода имеется торговый прилавок, где продаются различные прокладительные напитки, чай, кофе, закуски, различные мороженое есть, ну, и кто ее желает, есть алкогольные напитки, походите, вы сможете вывести то, что в душе в вашем доме можно. И такое еще небольшое сообщение, ну, прежде всего, конечно, о мировой безопасности на ванту судна, надо, конечно, соблюдать обязательно, и ни в коем случае не прыгать за морд, это, в принципе, не надо делать. Ну, а также оно следует фотографировать на ваши любимые телефоны, представители экипажа нашего теплохода, и экскурсов надо. Ну, нарасленность, и нам бы соблюдать, никуда не наеделись на самом деле. Хоть либеральные, собственно, идеологии, они запланили богомных людей, но в любом случае нарасленность осталась нарасленность. Да, на самом деле, мы будем, мы будем, мы будем, мы будем, мы будем, мы будем писать историю, мы будем для себя, а порой просто отречет ее, заполняя сознание людей, выдовой, неразберихой, выдовая, подибериска как главная, как основное в жизни человека. Ну, сойдя на борт нашего теплохода, вы попадаете в пространство, где как раз и рассказывается о том прошлом, когда формировалось наше настоящее, наше будущее. Ведь, действительно, я не говорю, что это будет такую фразу. Народ, не знающий прошлого, не имеет будущего. И здесь как раз ведется рассказ о том прошлом, когда все реформировалось, на самом деле. И, разумеется, что станет, если на бывшей эпохе судить можно полно текущих времен, какие узнают от истинной крохи и младенцами, к нам ныне рождет, не знавший горе мирского пожара, а подолгем, да более и дел на немцы, на ножник рассует со знаменем старым, над скрепом безрадостных лет, страду разделявших, на белых и красных, на левых и правых, чужих и своих, в пилу поклонения идолам властным, сложившим легенды о них. Пусть в жизни река у людей быстротечно, сгоревшей эпохи развеется дым, но Каин, Каин останется вечно святой, так и будет святым. Да, в жизни действительно все так, каждому свое, и каждому и по его заслугам и достанется свое. Ну а сегодня мы встретили скрасу Каштарской морской островной фортовой крепости, состоящей из 17 островных фортов. Да, ведь, собственно говоря, начало-то было положено 320 лет назад, тогда это первый основал, первый форт крепости, назвал он его Кроншлот, что переводится как коронный замок, но это было 320 лет назад, дальше, конечно, были другие форты, ведь крепость необходимо укреплять, вооружать, и на протяжении всей своей истории крепость Каштарская, она за счет героизма защитников, но также за счет именно этих вот оборонительных сооружений, она была непреступна. Но все форты, они островные, все форты, они искусственного сооружения, кстати говоря, и они являлись именно обороной именно здесь. Петр Первый и осуществил свою идею оборонного города морскими островными фортами, морскими крепостями практически. Но вот сейчас, правда, мы с вами отошли от одного из фортов крепости Каштатской, от форта Великий Гнязь Константин. Но сегодня форт Каштатин, он потерял, он потерял свое островное значение. Прямо к форту примыкает комплекс защитных сооружений от поводнения по посудам. Мы по ней, в принципе, то есть и приехали сюда, на форт Каштатин, город Каштат. И, конечно, Фитский залив, он же ведь очень мелководен. Глубины небольшие, Фитский залив, а глубина фарватера, который мы сейчас, наверное, пересекаем, от 11 до 16 метров. Фарватер. Многие, конечно, слышим, но не все знают, что означает оборон. Но любой человек знает, что такое дорога. Фарватер – это и есть морская корабельная дорога. И вот сейчас видите, что фарватер пересекает прямо дампу, проходит сквозь дампу. По правому порту, по движению нашего типа хода, это прекрасно, видно это сооружение. И сейчас посмотрите по правому порту, то есть все поэтапно. Мы проходим на сооружение, которое для себя имеет значение огромное. Вот видите, формат, как я насквозь дампу. Вот здесь проходят все корабли, и сюда различные. Вот сейчас сюда входят непосредственно за дампу, и тут они из Балтики, в западном направлении. А там, по 16-метровой дырной фарватерам, проходящим сквозь дампу, лежит тоннель. Подолотой тоннель, где перемещаются различные виды транспорта. Грузовой, пассажирский, легковой. Длина тоннеля почти что 2 километра. Ну, а точнее, 1900 метров. Но ведь и эта протока, она тоже перекрывается специальным устройством, которое называется пантапорти. Это такие мощные металлические щиты на рычагах. Они сейчас находятся в специальных каналах по боям берега в этой протоке. Они там стоят на плаву и ждут своего часа. Но как только наступает наводение, их час и настает. Они как расписные щелны выходят из берегов. Далее они соединяются в середине этой протоки, а таким образом и перекрывается поступление воды в эту часть Финского залива. Сегодня уже наводение не угрожается. Ни Кронштадт, ни Санкт-Петербург. Да у вас еще раз в виде из-за судна заходят прямо по формату сквозь дампорт. Там, где судно только что прошло, один из мотопортов. Великолепно виден на правом берегу. Такой белого света. Металлический щит, большой, с рычагом. Это и есть мотопорт. На левом берегу точно такой же аналогичный. Вот два этих брата-близнеца, неразлучных, они вместе работают. На сегодня же наводнение не угрожает нашим городам. Дампа была построена в 2011 году. Но, правда, иногда спрашивают приезжающие в Кронштадт с разных регионов нашей Кронштадт. Почему вообще-то здесь наводнение-то наступает? Многие не знают исток этого явления. И сейчас я вам об этом и поведаю. Здесь, конечно, дорогие друзья, во всем виноват Запад. И вот самый Запад. Да каких только гадостей наматургания приносило. Но обычно осенью начинают дуть мощные западные ветра. И ветер гонят волны с западного стука в направлении Кронштадта, в направлении Санто-Филога. Это явление, оно и так называется. Нагонная волна. Ну и за счет того, что в западном направлении Финтизалифонда-Водки широкий, а здесь он сужается, образно выражается, напоминает бутылочное горло. Ну и вот за счет таких перепадов там широко, здесь узко по законам физики, уровень воды здесь и повышается. Ну и там сейчас, в том числе слова, какое-тое место, ну правда, еще и в инфарк там такой, дополнительно. Оio Она Звучит 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 desert Вont Звучит 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 Сeez Ну regul Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok